В госнаркоконтроле подверили итоги года. Как выглядят Чуваши на фоне других регионов, какие виды преступлений сократились, какие наоборот увеличились и главное, какие меры предприняты для стабилизации криминогенной обстановки. Об этом и многом другом рассказал журналистом начальнику ФСКН по Чувашии генерал-майор полиции Евгений Барсуков. Успехи полицейских Чуваши в деле борьбы с незаконным оборотом наркотиков отмечены как на окружном, так и на уровнях. Особенно по ликвидации наркопритонов. Только за прошлый год расследовано 272 преступления по этой статье. Если сравнить данные за несколько лет, то к 2014 году в разы сократилось количество изъятых дезаморфинов. Снижение дезаморфиновой наркомании во многом произошло потому, что в Чувашии на 8 месяцев раньше, чем в целом по России, запретили свободную продажу кодеиносодержащих препаратов в аптеках. Кстати, по словам Евгения Барсукова, именно в нашей республике все заинтересованные стороны, начиная от властей профильных ведомств и заканчивая общественностью, взаимодействует очень эффективно. В первую очередь, конечно, это позиция руководства республики и главы республики лично, который возглавляет республиканскую антинаркотическую комиссию. В подтверждение своих слов я хочу сказать, что у нас один из немногих регионов, где уже более двух лет в открытой продаже, то есть в торговых точках и прочее, не продаются даже разрешенные психоактивные вещества, акулитинные смеси и прочее. Нет. Они там одна-две попытки в год бывают, но они тут же пресекаются. Последний такой показательный случай, который более двух лет уже назад был, я о нем, так сказать, периодически говорю. Когда появилась такая точка в одном из торговых домов, арендодатели даже нас не стали ждать. Подняли там, по-моему, в пять раз арендную плату и выжили этих товарищей в кавычках. Огромная работа проделана по противодействию распространению спайсов. В 2014 году ликвидировано одно преступное сообщество и несколько групп, занимающихся распространением спайсов. В итоге наркомафии был нанесен ущерб на сумму более 20 миллионов рублей. До наркопотребителей не дошли более 40 тысяч доз наркотика. По некоторым позициям Чувашия, наоборот, отстает от большинства регионов. Но наркополицейские об этом нисколько не сожалеют. Не секрет, в республике нет героина. Такие количества, в которых они есть. Взять Самару, Татарстан, Пермь. Ну нет. Но это хорошо, что нет. Здесь я согласен, что мы на последних позициях в стране. Я здесь обеими руками за. Елена Гальперина, Александр Петров, Республика.